МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только об этом поговорим сегодня в студии с Жанной Вахловой, начальником отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края. Здравствуйте, Жанна Игоревна. Добрый день. В наших поликлиниках достаточно часто люди жалуются, что не хватает терапевтов на участках. Как сейчас обстоят дела в период эпидемии, когда, по идее, больных с высокой температурой нужно принимать отдельно где-то? Для нас это самый сложный период в течение всего года. Мы всегда к нему очень серьезно готовимся, потому что пережить его без предварительной подготовки очень сложно. Для начала мы приглашаем всех на вакцинацию, начиная с августа и заканчивая 1 ноября. Это тоже очень важное мероприятие для того, чтобы предотвратить заболеваемость гриппом и УРВИ. Конечно, очень сложно. В поликлиниках температурища много поток увеличился, особенно в крупных городах, где социальная активность достаточно высокая, люди обращаются с высокой температурой в поликлинике. Но для того, чтобы избежать эту скученность, сейчас у нас работает бригада неотложной медицинской помощи, и мы стараемся больных температурящих принимать на дому, для того, чтобы не приводить в поликлинику дополнительный источник инфекции. В тех случаях, когда граждане сами обращаются в поликлинику, у нас организованы кабинеты до врачебного приёма, организованы кабинеты неотложной помощи, где идет прием таких температурящих больных. То есть они идут, как правило, не к терапевту, а они идут в эти кабинеты, для того, чтобы нагрузку на терапевтов снизить. То есть некие такие организационные меры, позволяющие при нашей кадровой ситуации сегодняшней каким-то образом оказать помощь своевременно. То есть все-таки проблема такая существует? Ну, она же, конечно, никуда не денется. Но вот кроме того, мы сейчас обратились в Алтайский государственный медицинский университет для того, чтобы вывести на приемы субординаторов, это студенты 6-го курса, и врачи-ординаторов 1-2 года обучения, для того, чтобы они разгрузили немножко нашу лечебную сеть. То есть они тоже ребят помогают? Да, это свободные руки, они мы очень рады им. Вот вы сказали о том, что температурящих больных принимаете дома, терапевты ходят. Но достаточно часто бывает такое, что не дозвониться в регистратуру. Особенно, я думаю, в период эпидемии это тоже актуально. Сложно. На самом деле бывают такие случаи. Ну, в принципе, если вы не можете дозвониться в свою поликлинику, вы можете позвонить на станцию скорой медицинской помощи, где работает целая диспетчерская служба, которая принимает эти вызовы. И она сегодня передает вот такие вызовы, неотложные. Я повторю, что это не экстренные, а именно неотложные, в поликлинику, чтобы поликлиника приняла и обслужила. То есть механизм этот уже отлажен, он работает больше года, поэтому тут сбоев никаких быть не может. Точно так же фиксируются все звонки и передаются. Если экстренные, то в бригаде скорой помощи. Если это неотложный вызов, то, соответственно, в поликлинику по месту прикрепления гражданина. Слухи по городу ходят разные среди населения, в том числе о том, что переполнены отделения в больницах из-за большого количества людей с осложнениями именно гриппа. Так ли это? Ну, на самом деле, конечно, уровень госпитализации увеличился. Мы вынуждены были прекратить сейчас плановую госпитализацию в стационары. То есть обслуживаем только больных, обратившись с неотложными состояниями. Вот есть какие-то цифры? Ну, в среднем где-то процентов на 30 госпитализация. А в сутки в терапевтическое дежурное отделение обращается от 40 до 80 пациентов. Не все, конечно, они подлежат госпитализации, но 70% это люди, которые нуждаются в госпитализации, и они госпитализируются. А какие больницы у нас сейчас работают, или все в городе, допустим, в том же Барнауле? В городе Барнауле работают все терапевтические отделения. До 3 часов идет госпитализация с участка, после 3 часов госпитализация по скорой помощи. То есть днем работают все отделения, а с 3 часов начинает работать дежурное отделение. А коек хватает? Коек хватает, но у нас есть резерв, мы можем перепрофилировать плановые отделения в экстренные, запустить их в круглосуточный режим работы. Вот такие отделения, например, как гастроэнтерология, эндокринология. Если мы плановую госпитализацию прекращаем, то, соответственно, эти койки начинают работать уже как экстренные на госпитализацию больных. То есть на всякий случай у вас готовы еще какие-то отделения? Да, у нас есть резервные отделения, на 20% мы всегда можем расширить коечный фонд именно для таких экстренных ситуаций. А вот насколько вообще своевременно удается госпитализировать больных, но с тем же гриппом? Потому что известно, что свиной грипп чреват быстрым осложнениям, пневмониями. На таким больным отказов вообще нет. То есть если пациент поступает в приемное отделение, то максимум через час он должен быть уже в отделении. Из приемника переведен в отделение. А много у нас таких случаев? Вообще много больных свиным гриппом, гонконгским гриппом? Регистрация случаев есть. То есть на сегодняшний день зарегистрировано 18 человек, которых явно подтвержден вирусологический вирус гриппа H1N1. То есть это вот то, что вы называете свиным гриппом. Да, это 100% люди непривитые. И всем им оказана помощь, и они все чувствуют себя достаточно удовлетворительными? Помощь оказывается и временно все они госпитализированы. Да, при подтверждении госпитализация 100%. Ну в связи с этим же хватает ли лекарств, чтобы оказывать полноценную помощь именно больным, может быть, со сложнениями, потому что тяжело же протекают все эти заболевания? Ну я уже говорила о том, что к ситуации вот такого педподъема мы всегда очень тщательно готовимся. Поэтому резерв препаратов противовирусных, антибактериальных, симптоматических, он всегда есть в лечебных учреждениях. То есть осуществляется за этим прям достаточно жесткий контроль со стороны Министерства здравоохранения. Известно, что один больной в крае умер от осложнений, и он поздно обратился к врачам. Но по слухам, опять же, которые ходят среди населения города Барнаула, врачи умалчивают о каких-то летальных исходах. Как бы вы могли это прокомментировать? Ну, я думаю, здесь самое главное, как бы не рассуждать, наверное, об этой ситуации, а всем гражданам, которые у себя фиксируют какие-то признаки, ОРВИ, гриппа, своевременно обращаться к врачу. Вот это самое главное условие для того, чтобы там слухов никаких не было, не было никаких печальных последствий, потому что, к сожалению, медицина не всегда может сделать то, вернее, сделать то, что должна, но не всегда она может оказать влияние вот при таких поздних обращениях. Поэтому самое главное – своевременное обращение все-таки к врачу. На первый-второй день, и тогда, в принципе, можно… Ну, лучше первые сутки, чем раньше, тем лучше, потому что клиника вирусного заболевания развивается очень быстро, очень быстро развивается клиника вирусных пневмоний, и в таких случаях иногда даже за какой-то час-два форма из легкой или средне-тяжелой может перейти в тяжелую, соответственно, это уже реанимационный пациент, который нуждается там, может быть, даже и в искусственной вентиляции. Поэтому самое главное – своевременно обратиться. А количество больных, ну, вы уже сказали, да, со сложнениями или со свиным гриппом, это где-то порядка 18 человек. 18 человек, да, это подтверждено вирусологически. Количество случаев. Сейчас в крае уже морозы, наверное, несколько дней. И значит ли это, люди, по крайней мере, так считали раньше, и говорили доктора о том, что эпидемия идет на спад обычно в морозы? Так ли это? Ну, вообще, наверное, это немножко не так, потому что вирусы – это самые устойчивые существа на Земле, да, они же хорошо переживают любую температуру, как высокую, так и низкую. Просто вот в такую погоду, наверное, социальная активность людей, она снижается, они меньше ходят, да, наверное, в торговые центры, там, где скучность большая, выходят на улицу только по необходимости, тепло одеваются, и поэтому вот, может быть, в этот период заболеваемость несколько снижается, но это не связано ни в коем случае с устойчивостью вируса к низким температурам. Можно сказать, что эпидемия сейчас только набирает обороты? Да, на самом деле эпидемия только набирает обороты, пика эпидемии мы еще не достигли. Обычно пик приходится где-то на пятую-шестую неделю, вот как раз и пик подъема. А сейчас у нас? А сейчас у нас третья неделя. Нам еще порядка, наверное, месяца, может быть, жить при карантине. Пик мы еще не прошли. Ну, наверное, мы еще раз обратимся к людям, чтобы все-таки они не ждали, пока у них там какое-то появится осложнение, да, чтобы сразу обращались к докторам. Да, это, наверное, самое главное. Своевременно обращаться к врачу. Не отпускать своих детей в школу, если появились какие-то признаки заболевания, для того, чтобы не навредить собственному ребенку и не заразить других детей. Спасибо большое, Жанна Игоревна. А я напомню, что мы сегодня говорили с Жанной Вахловой, начальником отдела Организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края.